Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава Евангелия от Луки. Я читаю свой, пока что не изданный перевод для библейского портала экзегет. А четвертая глава начинается общественное служение Иисуса. До сих пор была предыстория, ну, можно сказать, что третья глава начала истории, но это проповедь Иоанна Крестителя и Крещения. А вот, собственно, история Иисуса начинается с четвертой и начинается с искушений. Вот странно, зачем они здесь? Вот рассказали бы нам сразу про то, как Иисус проповедует, исцеляет, творит чудеса. Иисус, исполненный Святого Духа, покинул берег Иордана. Сразу после Крещения. Дух повел его в пустыню, где сорок дней искушал его дьявол. Иисус ничего там не ел и в конце этого срока оголодал. Зачем ему ничего не есть? Ну, пост — это форма аскезы для очищения от грехов. Мы не считаем, что Иисус нуждался в очищении от грехов, а даже если бы и нуждался, только что он принял Крещение от Иоанна, которое смывает грехи. Значит, это какая-то другая цель. Вообще пустыня — это место, где живут пророки, в частности, Иоанн Креститель. А где человек, которого над общество, где у него нету, ну, ничего нету, да, в том числе еды, потому что просто в пустыне нету чем питаться. И он остается с Богом, и он остается с этой своей слабостью телесной, да, и ему приходится как-то выживать. И, очевидно, это сложно. Ну, нам свойственно ожидать, что Мессия придет к своему народу и будет говорить как царь с позиции силы, а здесь он оказывается в ситуации крайней уязвимости. В пустыне один, голодный, да еще и искушение от дьявола. То есть ему нельзя сказать, ну, ты же не понимаешь, что это такое, вот голодать или подвергаться искушениям. Искушением тебе-то все легко дается, да? Нет, нелегко. Ну, и искушение, смотрите, почему-то еще нам говорит об этом Лука. Можно же просто сказать, он там был в пустыне, он голодал, он там претерпевал разные трудности, он пострадал, но потом пришел к нам и стал проповедовать. Но очень важно же показать, каким путем не пошел Иисус. Дьявол предложил ему, если ты сын Божий, повели этому камню превратиться в хлеб. То есть такое чудо, которое направлено на удовлетворение потребностей, между прочим, именно в хлеб, а не там в изысканную какую-то еду. То есть вот просто наесться. Иисус сказал ему в ответ, написано, не хлебом одни будет жив человек. Это все цитаты из Библии, конечно, в данном случае, из Турозакония. То есть голод – это не самая главная потребность, хотя, казалось бы, люди, которые испытывали серьезный голод, говорят, я – нет. Говорят, что голодный человек вообще ни о чем другом думать не может. Тогда дьявол возвысил его и в мгновение ока показал всеземные царства. Предложил ему дьявол, тебе я передам полную власть над ними во всей их славе. Она отдана мне, я даю ее, кому пожелаю. Ты только поди передо мной униться, все будет твоим. Отличное решение, правда? Если ты надо всем властен, ты все сделаешь, как ты считаешь нужным. Нет. Ответил ему Иисус, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, чти его одного. То есть политическая власть, силовое господство – то, что Иисус отвергает сразу. Но может быть, духовная власть? Авторитет. Дьявол перенес ее в Иерусалим и поставил на самый верх одного из храмовых строений со словами, «Если ты, Сын Божий, бросься вниз, ведь написано, ангелам своим даст повеление хранить тебя и понесут тебя на руках, чтобы о камень не споткнулась твоя нога». Видите, дьявол тоже умеет цитировать Писание, это из псалмов, конечно. И понятно, что если Иисус спускается с неба на крыльях ангелов, то все признают, что он Мессия, и будут делать то, что он скажет, не потому, что его воины иначе всех убьют, а потому, что, ну, как можно ослушаться Мессию? Так ответил ему Иисус, сказанно, не искушай Господа, Бога твоего. То есть дешевый авторитет, основанный на чуде, тоже не нужен. На том дьявол закончил его искушать и отступил от него до поры. Вот это до поры, конечно, тоже служит таким предостережением о том, что история не так уж радужна, хотя лука радостна, и я об этом говорил уже много раз. Иисус, исполнившись силой духа, вернулся в Галилею, слух о нем разошелся по всей округе, он проповедовал о них в синагогах, и все его прославляли. Лука любит вот это вот, отмечать положительные моменты, как все его принимали. Ну что ж, неужели все так безоблачно? И вот он пришел на заряд, где и вырос. В субботний день он, как обычно, вошел в синагогу. Когда он стал, чтобы прочесть Писание, ну, в Аудее любой человек мог взять в синагоге и прочитать Писание, взрослый мужчина. Ему подали книгу пророка Исаии, он развернул свиток на том самом месте, где написано. Дух владыки Господа на мне. Избрал меня Господь нести благую весть беднякам, отправил меня возвещать пленникам свободу и слепым прозрение, отпустить изнуренных на волю и объявить, что настал срок милости Господней. А это 61 глава Исаии в несколько вольном изложении. Затем он свернул свиток, передал его служителю и сел на место. А взоры всех, кто только был в синагоге, были прикованы к нему. Смотрите, какое интересное, такое вот прямо театральное представление. Он читает и выжидает паузу и садится на место. То есть, как бы, я прочитал, дальше вы решаете, как с этим словами быть. А все смотрят на него, все ждут от него объяснений. И тогда он обратился к ним. Сегодня исполнилось это писание, как раз, когда вы его слышали. Вот без долгих объяснений. Вот оно исполнилось. И все, и давайте дальше думайте, вам решать, как с этим быть. Все это подтвердили, но удивлялись, что такие благодатные речи исходят из его уст. Разве он не сын Иосифа, рассуждали они? Ну, понятно, мы же знаем, кто он такой. Мессия должен там с неба спуститься или быть каким-то сыном царя великого, блистательно. А он плотник какой-то здесь живет. На это он им сказал. Тут вы мне, конечно, напомните поговорку. Врач вылечит сам себя. Скажете, мы слышали, что произошло в Капернауме? Так сделай то же самое здесь, в родных краях. А Капернауме – это большой город, и, вероятно, там были какие-то чудеса или подобные вещи. И, ну, как бы, давай, 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 дам чудо, сотворим, мы все поймем тогда. Чего? Он не хочет. Вот поверьте, я не буду зарабатывать авторитет. Вот как он отказался спускаться на крыльях ангелов с крыши высокого храмового строения, когда сатана это предлагал, так он отказывается, вот как фейерверки запускают, все собираются чудеса так вот запустить, и все скажут, о, круто, мы верим. Нет. И добавил, аминь, говорю вам, аминь – это истинный. И говорю вам, не бывает, чтобы пророка приняли в родных краях. Скажу вам истинно. Много было вдов в Израиле, во дни Ильи, когда три с половиной года небо не давало дождя, и по всей земле настал великий голод. Вот, действительно, история Ильи об этом рассказывает. Но Илья был послан не к одной из них, а к той вдове, вдов, дам было много, а к той вдове, что жила в Сарепте возле Сидона, то есть она была язычницей, не израильтянкой. А много было и прокаженных в Израиле при Элисеи пророки, но исцелен был не один из них, а сириец Нааман, тоже язычник. Действительно, такие истории мы отчитаем в 3 книге Царств, 17 глава и 4, 5. Все, кто был в синагоге, это слышал, пришли в негодование. Ну, понятно, ты нас оскорбляешь, типа, мы тут самые плохие, ждем, что ты нам тут представление устроишь, и мы тебя за это встретим аплодисментами и благодарить будем, а ты нас обличаешь. Пришли в негодование, вскочили с места, схватили его и подошли прочь из города на крае холма, на котором стоял город, чтобы сбросить его с обрыва. Но он прошел между ними и удалился. С самого начала отвержения. Причем, смотрите, он, Иисус, не то чтобы их провоцирует, но просто отказывается отвечать их ожиданиям. И прошел среди них и удалился. То есть, стало быть, не просто вот так взял и объявил им, что вы плохие, или, я не знаю, быстренько сотворил какое-нибудь чудо, чтобы отстали, а просто параллельно, вот если вы не хотите принимать слова, которые происходят, если вы не хотите сами убеждаться, «Ваше дело, я не буду навязывать, я не буду сопротивляться, я не буду, как только что в цене искушения, не буду властью физической или политической, духовной или связанной с авторитетой, не буду властью вас приводить по виновению». Оттуда он направился в галилейский город Капернаум, тот самый большой, и по субботам наставлял там людей. Очевидно, там, где не знали его маленьким мальчиком, который бегал по улицам, и там, не считали его одним из своих соседей, там у него действительно аудитория была какая-то более восприимчивая. Люди поражались его учению, он говорил, как тот, у кого есть власть. Вот это очень важная вещь, говорил, как тот, у кого есть власть, но можно перевести как право, по-гречески «аксусе», то есть, ну, толкователи, ну, вроде меня, они высказывают свои мнения, или не свои, гораздо чаще чужие. А вот у кого есть власть, тот может как бы определить смысл этого текста, не потому что он так считает, а потому что ему принадлежит право этого толкования. «У них в синагоге был человек, одержимый бесовским духом, и он закричал весь голос. О, там ему люди сопротивляются, а здесь бесы. Эй, что тебе донос, Иисус Назарянин?» Назарянин вообще-то житель Назарета. Тоже звучит так, из провинции глухой. «Ты пришел нам на погибель, мы знаем тебя, ты свят у Бога». И тоже странная такая логика у бесов, не хочу в бесовскую логику вникать, но как бы одновременно получается, ты свят, и зачем ты пришел, уходи отсюда. Вот сознают, что святость с ними несовместима. «Но Иисус ему повелел, замолчи, покинь его. Дух поверг того человека наземь посреди синагоги и вышел из человека, ничем ему не повредив. Всех охватило изумление, они стали друг другу говорить, что это за слова. Он в своем праве, у него есть сила. Повелевает нечистым духом, и те покидают людей». Вот опять-таки это право, это самое эксусия. «Слух о нем разошелся по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он пошел домой к Симону». Ну, Симон один из апостолов, здесь просто он как бы впервые так резко появляется. Теща Петра, это один тот же человек, да, «тогда лежала в сильной горячке. Иисуса просили ей помочь. Он подошел, наклонился над ней и повелел, чтобы горячка ее оставила, и она сразу же смогла встать и приняла их как гостей. На закате того же дня все, чьи близкие и страдали от разных болезней, стали приводить их к Иисусу. Он исцелял каждого из них наложением рук. Много было таких людей, из которых бесы выходили с криком «Ты сын Божий!». Он запрещал им рассказывать, что они узнали в нем Христа. Смотрите, вот такая простая ситуация. Просят помочь женщине, он ее исцеляет. Тут же приходят все, и тут же бесы, которые признают в нем сына Божьего. Ну, понятно, что бесы вот те, кто обладает неким духовным зрением, и поэтому им это сделать проще. А люди не узнают. Почему он им запрещал? Ну, наверное, потому что не нужно, чтобы, точно так же, как не нужно, чтобы демонстративные чудеса доказывали его власть, политические полномочия, духовный авторитет заработанный этими дешевыми чудесами. Уж тем менее бесовская помощь ему нужна для того, чтобы доказать, что он сын Божий. Наверное, он не хочет пользоваться услугами этих самых бесов. Следующим утром Иисус отправился в уединенное место. Тоже вот интересное сочетание, то, что толпы и уединенное место начинается с пустыни, это глава, да, и все-таки вот этот диалог с отцом наедине, он для него очень важен и будет оставаться важен. Толпы людей пошли его искать. Развлечение-то какое? Да и польза. Мы болели, а те нас вылечили. А когда нашли, удерживали, чтобы он их не покидал. Вот-вот хочется же, чтобы такой замечательный человек, давай, чудеса твори, у нас еще там больные, наверное, есть. Вот работай на нас, да? Утилитарный подход. Но он им сказал, я должен нести благую весть о Царстве Божьем и другим городам. Для этого я и послан. Он не здоровичко поправлять, не представление устраивать, а нести благую весть. А все это, все эти исцеления, лишь часть этой благой вести. Он же сказал в синагоге, когда читал свиток, да, что он сказал? Нести благую весть беднякам, возвещать пленникам свободу, слепым прозрение, отпустить изнуренных на волю. То есть благая весть, она про то, что человек начинает получать свободу и возвращаться к отцу, да? В том числе это означает свободу от болезни, возвращаться к здоровому состоянию. Так он проповедовал по синагогам Иудеи. Ну и как же будет дальше строиться его отношение с этими толпами, которые хотят, в общем-то, себе чего-нибудь интересненького или полезненького, с духовными властями? Об этом будет в следующих главах. И опять про Симона мы услышим в пятой главе тоже. Продолжение следует...